Заключительное мероприятие поэта на улицах города в рамках фестиваля «Русский слог» прошло в Центральном парке. По словам организаторов, этот день стал самым душевным и теплым благодаря не только солнечной погоде, но и творческой и теплой атмосфере. Была проделана огромная работа, и мы очень надеемся, что все, кто посетил наш фестиваль, рады. Мы видели их улыбки, их радостные лица. Расходиться никто не хочет до сих пор. И это очень радует, радует, что поэзия живет. Тем более, где, как ни в нашем городе, устраивать такие фестивали. Это первый фестиваль, который предназначен не только для опытных поэтов, но и для начинающих авторов, что позволило многим заявить о себе, узнать мнение других о своем творчестве и придало уверенности. Людям было интересно, они смогли пообщаться, они смогли показать свое творчество, что немаловажно, потому что писатель не может писать только для себя и в стол. Надо, чтобы его слушали. А вот эти три дня – это как раз тот повод, чтобы тебя услышали и оценили, что ты написал. Выявить самых ярких и одаренных авторов, предоставив им площадку для самовыражения и презентации своего творчества – вот что важно для возрождения поэзии. Некоторые авторы выбирали нестандартные способы подачи своих произведений. Так они исполнили свои стихи под гитару. Когда ночь опускается в ритме своем, у тебя утро бросится в гости. Разговаривать с природой, с женщиной, с Богом – все это можно только через поэзию, только поэтическим образом. В этом году мероприятия проекта прошли одновременно в десяти городах Подмосковья. Именно поэзия объединила сотни людей в эти три дня. Инга Инчук, Алексей Астафуров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.